Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами гадаем на классической круглой колоде Таро на замечательную тему. Вы глазами противоположного пола. У нас будет 4 позиции и в каждой из них будет рассматриваться 9 вопросов. И первая карта, которую я буду выкладывать на позицию, как вас оценивают в целом. И напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на индивидуальные расклады. По стандартной цене мой расклад выполняется 5 рабочих дней, потому что большая очередь. И раньше очередь была 2-3 недели. Просто я решила потом, что это многое и стала работать сутками. И также у меня есть видео на YouTube по закрытой ссылке, которую вы можете заказать. Оно выполняется 3 календарных дня. И напоминаю, что есть срочный тариф. Итак, на первой позиции у нас замечательный кот-спортсмен или спортсменка. Дальше кот с планшетом или кошка. Следующий пицца. Пиццаед. Кто у нас пиццаеды? И музыкант или музыкантша. Ну, короче, вот так. Первая, вторая, третья, четвертая позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем. Итак, первая позиция. Спортсмены. Как вас оценивают в целом? Как вас оценивают противоположный пол? Давайте смотреть. Вышла карта четверка сосудов. Ой, шестерка сосудов. Извиняюсь, что-то у меня сегодня с речью. Ошибаюсь на самых маленьких таких простых вещах, да. Шестерка сосудов показывает, что вас воспринимают очень романтической личностью. Человеком нежным, приятным, заботливым. Противоположный пол считает, что вы очень хороши собой. И в любом случае, вы невероятно для противоположного пола привлекательны. То есть для вас хочется что-то делать. Для вас хочется устраивать романтику. Вам хочется говорить комплименты. Неважно, мужчина вы или женщина, на вас смотрят сразу же с неким обожанием. Возможно, вы напоминаете кого-то из прошлого. Или часто интересуетесь чем-то из прошлого. Ну, чем-то, не знаю, там. Кто-то интересуется советским временем. Кто-то интересуется модой из прошлого, там, да, там 60-е, 70-е, 80-е и так далее. То есть, возможно, что-то у вас такое раритетное есть, да. Но также шестерка сосудов просто показывает нежность и милоту такую. Вот, ну, как бы человек очень приятный. И, конечно, противоположный пол вас сразу же оценивает. Мгм, я тут хочу познакомиться, да. То есть вы притягиваете противоположный пол как магнит. Вы человек, который, по сути, является, ну, неким дополнением, что ли, для любого другого человека. То есть он смотрит и считает, что, о, это могла бы быть прекрасная пара для меня. То есть вот так. Причем людям со своей стороны, каждому видится свое. Но на самом деле это просто ваш шарм и обаяние. И не более того. То есть есть такие люди энергетически очень привлекательные. Они могут быть красивые, некрасивые. Это вообще не важно. Я имею в виду по мировым стандартам. Конечно, мы все красивые. Потому что мы все уникальные, да. Даже если у вас есть брат или сестра-близнец, все равно будете уникальным. И вас повторить невозможно. Такого вот прям один в один идентифицировать, да. И поэтому здесь могу так сказать, что это вот какое-то вот такое мимолетное ощущение у всех людей, да, вот этой привлекательности. Вы не отталкиваете. Это самое важное, что противоположный пол на вас наоборот липнет. Так, смотрим дальше. Как оценивают ваши умственные способности? Вот как противоположный пол оценивает ваши умственные способности? То есть в целом мы поняли, вы привлекательны, да. Рыцарь мечей, вы слишком умны и хитры. Противоположный пол, познакомившись с вами поближе, сначала прилипнув, так скажем, да, как муха, вот, и поняв, что, ну вот, вы очень хороши, человек начинает разбираться, а мозги-то где, да, и начинает, когда понимать ваш ум, видеть, что вы слишком проницательны, то есть слишком умны, возможно, остры на язык, логичны, смотрите сразу же в душу и можете предугадывать, что человек даже скажет прямо сейчас, но вы можете быть резким человеком, то есть первое впечатление о вас, ну, несколько обманчиво, потому что вы выглядите сначала романтичным, нежным и приятным человеком, безумно милым, там, симпатичным, да, привлекательным, а когда ум ваш познают, оказывается, что вы логик, который, ну, сразу же правду матку в глаза, да, и если вас попытаются обмануть, это невозможно, вы сразу же выводите на чистую воду, вы слишком проницательны, слишком умны, понимаете, и противоположный пол видит даже вот какую-то остроту взгляда в итоге и остроту языка и видит, как вы выстраиваете логические цепочки, также вы можете реагировать, то есть, если вы о ком-то сделали вывод, то вас, вероятно, очень сложно переубедить, и противоположный пол становится в ступор. Как так? Вроде как это очень привлекательный человек, начинаешь общаться поближе, этот человек рисковатый, еще и может вспылить на тебя же, да, наделав своих логических выводов о тебе. Ну, смотрим дальше, как оценивают вашу фигуру, внешность, да, фигура, отшельник, ну, фигура отшельника обычно, как, средняя фигура, да, то есть, во-первых, среднее телосложение, а во-вторых, ну, нет в нем, вот, в этом телосложении чего-то такого особенного. Это обычное телосложение, люди как бы вот смотрят противоположного пола на эту фигуру и говорят, это среднее телосложение, то есть, таких фигур, по сути, с одной стороны, много, а с другой стороны, я смотрю вот не на фигуру, а в душу больше, да, отшельник. Отшельник – это же духовное развитие, и здесь, вы знаете, ну, наверное, дело не в фигуре, когда вы привлекаете противоположный пол. Даже ваши умственные незаурядные способности здесь гораздо больше играют роли, даже когда они впечатляют в отрицательном смысле, чем ваша фигура. То есть, здесь нет вот каких-то вот таких моментов в фигуре, которые бы отдельно, определенным образом привлекали людей. То есть, это какая-то обычная фигура. Давайте посмотрим лицо. Как оценивают ваше лицо? Фигуру мы поняли, да, обычная фигура – лицо. Паш Мечей – то же самое. Это, ну, не то, что среднее лицо, да. Вы знаете, Паш Мечей часто показывает и привлекательные лица. То есть, но есть что-то, вот какие-то холодные цвета. Допустим, светлая кожа или очень светлые глаза, волосы. Бывает так, что что-то, знаете, как вот из ледяных цветов, да, то есть, светло-розовый. Допустим, если вы даже, у вас темный, допустим, цвет, да, или оливковый, то именно ближе к оливковому цвету кожи. Волосы, да, тоже чаще всего натуральные, допустим, русые, натуральные, светлые. Или выглядят очень натуральными, понимаете. И вот лицо, как оценивают, опять же, да, ну, вот есть что-то привлекательное в этом лице, иногда очень красивое в этом лице. Но вот такое чувство, что у вас, скорее, привлекательная энергетика, аура, да, потому что фигура вроде как обычная, лицо. Ну, есть привлекательные черты, красивое лицо, но вот сказать, что из-за лица любят, тоже нельзя папажу мечей. Потому что иногда папажу мечей человек, ну, обладает такой мимикой, когда не очень бывает, допустим, сговорчив или не очень доволен чем-то. Вы сначала можете при первом впечатлении быть очень улыбчивым человеком, и тогда вы расцветаете. Но как только вас узнают поближе, возникает некая острота. И вы все меньше и меньше улыбаетесь тем, кто с вами общается все ближе и ближе, понимаете. Вы можете быть островатый, вы можете быть логичный, вы можете быть проницательный, но менее, все менее и менее романтичный и улыбчивый. То есть вот тут холодок возникает, или как, не знаю, даже какая-то небольшая дерзость, когда вы сближаетесь с людьми. Поэтому, да, у вас привлекательное лицо, но все-таки притягиваются люди не из-за лица или фигуры. Давайте посмотрим дальше. Как оценивают... А, нет, умение одеваться, да? Ну, как оценивают умение ваше одеваться? Как оценивают ваше умение одеваться? Ваш стиль? Справедливость? Ну, это какой-то классический строгий стиль. Или когда цвета в одежде у человека не самые яркие, да? Это может быть красный, но это не шибанутый красный, да? Это может быть, допустим, бежевый, серый, белый, черный. Но это больше какая-то классика в одежде. Это даже может быть зеленый или синий, но подобранный классическому какому-то. Там, не знаю, допустим, представим, что это блуза, да? Синяя блуза, черная юбка и, допустим, ну, шпильки. Или сейчас очень модно кеды носить с юбкой. Ну, допустим, штаны, джинсы, да? Джинсы и, там, не знаю, красная рубашка в клеточку в стиле кантри. То есть что-то, вот как будто какая-то классика стиля. Вы одеваетесь со вкусом, люди это видят. Они видят некую строгость в одежде, они видят некую педантичность, может быть, в одежде. Когда человек за собой следит, когда он считает, что ему стыдно было бы выйти в грязной одежде на улицу. Или в несиранной одежде, или во вчерашней даже одежде, понимаете? То есть вас ценят за чистоту, лоск и вот какой-то все равно вот строговатый стиль. Деловой, может быть, стиль. И людям это нравится. По карте справедливость людям это нравится. То есть умение одеваться противоположному полу вас нравится. Вы притягиваете этим. Но все-таки нет каких-то, знаете, ну там рюш может быть и всего такого прочего. То есть вы больше как вот в классической одежде ходите. Давайте смотреть дальше. Умение держать себя в обществе. Насколько оценивают противоположный пол? Ну, восьмерка Пентакли это наиболее такое умение держать себя в обществе. То есть вы человек как будто деловой, приятный. Вы можете поддерживать разговор. Вы умеете держать себя в обществе на 100%. У вас есть хорошие манеры. Так же, как и одеваетесь вы хорошо, да, так же вы держите себя хорошо в обществе. То есть люди, естественно, привлекаются на тех, кто, ну там, чист, пытается себя держать правильно, следит за собой, да. И, естественно, за своими манерами. То есть плеваться на улице вы не станете. Материться тоже, скорее всего. А будете держать себя достойно. И, естественно, это обязательно оценит противоположный пол в вас. Это 100%. Смотрим дальше. Ваш характер. Как оценивают ваш характер? Десятка сосудов. Вот когда люди узнают вас поближе и понимают, какой у вас характер, они его оценивают на 100% хорошо. Так же, как вот это первое впечатление по шестерке сосудов, люди потом, разобравшись в вашем характере, понимают, что вы достойны серьезных отношений, достойны любви, семьи и счастья. И, естественно, они вас видят как человека с очень хорошим характером. Пусть вы умные, пусть вы иногда дерзкие, пусть вы смотрите прямо в душу и проницательны. Но это все, наоборот, плюсы. Когда ближе, ближе, ближе общаешься с человеком, сначала ты вроде его боишься, да, такого умного. А потом ближе начинаешь общаться, понимаешь, что тупые тоже ты, ну, не хочешь там с глупыми людьми общаться, да. И, соответственно, когда сближаешься с человеком, понимаешь, это очень хороший характер. То есть человек и держит себя в обществе, и обладает такой, ну, вот, средней внешностью, да, там, ну, некрасивый для тебя и так далее, там, и вроде как симпатичный для тебя, да. В то же время у него есть какая-то притягательность, в то же время хороший стиль. И в итоге, разбравшись, понимаешь, что у него прекрасный характер. В целом вы очень привлекательны. Так получается. И противоположный пол к вам относится именно серьезно, а не для того, чтобы там с вами провести одну ночь и до свидания. Причем я не могу сказать, что в других позициях скажу то же самое, да. Ваше социальное положение как оценивается? Мак. Ну, у вас высокое социальное положение. То есть где бы вы ни были, по вам видно, что вы не из нижнего социального слоя. И, естественно, люди сразу видят ваше социальное высокое положение. Оно от среднего и выше. То есть ниже среднего вряд ли. Тут даже как бы быть не может, да. Димит, уйди. И получается так, что, конечно, Мак показывает не просто высокое, а вот по сути наивысшее социальное положение. Но всяко может быть. То есть смотря в каком обществе вообще вы живете. Может, вы там в маленьком городе живете, в котором 16 тысяч человек, да. И, соответственно, в этом городе вы будете с высоким социальным положением. Потенциальные партнеры и партнерши общаются с вами. Тоже из этого города и так далее. Приедете вы там, не знаю, в Москву, скажут, ну, вы среднего социального положения и все. Учитывая там заработки и так далее. По крайней мере, там, где вы живете, вы высокого, ну, от среднего и выше социального положения. То есть это люди, естественно, тоже ценят вас. Иногда мужчины, если женщины, да, они могут побаиваться таких женщин в том плане, что знают, что она для серьезных отношений. Плюс у нее хорошее социальное положение, выдержка и ум. Естественно, они побаиваются ответственности. Вот если вы не устроили еще свою личную жизнь, то это только из-за этого. Способность дружить и сопереживать, как оценивают вас. А вот тут десяточка жезлов показывает, что сложновато с вами дружить и ждать сопереживания. Человек понимает, что долго нужно разбираться, да, в вашем характере, чтобы вы хорошо дружили, да еще и сопереживали. У вас есть острота внутри такая вот, да, вот, может быть, не очень-то большая и доверчивость к людям. И так быстро вы не раскрываетесь. Поэтому люди, ну, допустим, на первый взгляд и пообщавшись с вами, не могут вот сразу подумать, что вы возьмете, начнете дружить и сопереживать. То есть ждать от вас вот прям сразу помощи, наверное, они не станут. Ну, вот такая позиция номер один. А мы перейдем дальше. Позиция номер два. Итак, вы глазами противоположного пола. Как вас оценивают в целом? Итак, ага, тройка сосудов. Ну, вас оценивают очень положительно, но не совсем серьезно, я вам честно скажу. То есть вы очень привлекательный человек и, скорее всего, ну, для противоположного пола очень красивый человек на первый взгляд. То есть чем-то вы выделяетесь из толпы. Вы имеете какой-то яркий образ или взгляд жгучий такой, может быть, с искринкой, с харизмой, я не знаю. И, естественно, вы, возможно, очень задористо смеетесь, привлекаете людей своим весельем, креативностью, позитивностью. Куда бы вы ни пришли, везде сразу праздник. Ну, тройка сосудов, сами понимаете. То есть вы человек невероятно веселый, интересный. И, естественно, куда бы вы ни пришли, такая аура создается, да, такой фон энергетический, что люди сразу тянутся к вам. Вы интересны противоположному полу и, возможно, вы, ну, имеете какой-то очень красивый образ. Я, конечно, буду там задавать и другие вопросы про ваш образ. Но при этом либо у вас вот именно во внешности что-то такое яркое, да, либо есть другой вариант, что у вас какой-то настолько интересный характер или профессия, что люди сразу же интересуются вами. Вообще, в принципе, вот вы привлекаете, скорее всего, не только противоположный пол, а еще и лиц своего пола. Ну, в плане не любовном уже, да, а вообще, в принципе, людей привлекаете. То есть вы людям просто интересны, а противоположному полу тем более. Ну, давайте посмотрим, как оценивают ваши умственные способности. Колесница. Ну, у вас невероятные умственные способности. Вас видят лидера, яркого человека. И, познакомившись с вами поближе, понимают, что вы очень умны, проницательны и, ну, креативны, опять же, изобретательны очень. Может быть, вы повидали этот мир, может быть, вы приобрели недюжинный опыт в своей жизни, поэтому вы так веселы и интересны, да. Вы оптимист по жизни, это сразу видно. И когда вы говорите с людьми, то вы этот оптимизм пытаетесь выразить. Естественно, люди оптимизмом от вас сразу же заражаются и говорят, ну, вот это очень умный человек, потому что мы вот с ним поговорили, и у нас как-то вот, ну, полегче стало на душе, да, потому что мы заразились энтузиазмом, оптимизмом. Мы тоже хотим быть такими позитивными. Как оценивают вашу фигуру, вот, лица противоположного пола? Умеренность. Умеренность говорит о среднем телосложении. Умеренность редко бывает очень худой, но умеренность редко бывает очень толстой, да. То есть это средняя фигура, среднее телосложение, но гармоничное. Вот вы знаете, люди смотрят на вашу фигуру, и то ли вы одеваетесь так, то ли что, но они вас видят очень именно вот гармонично сложенным человеком. Ну, допустим, для женщины это было бы среднего размера плечи, равные объему бедер, да, и очень тонкая талия, или, допустим, просто ровная, приятная такая фигура, да, с средним весом. Иногда это очень правильно подобранный гардероб и подчеркивающий достоинства и убирающий недостатки фигуры. Так что фигура смотрится очень гармонично в любом весе, что в худом, что в толстом, что в среднем. Также умеренность показывает, что, возможно, вас действительно воспринимают как ангелочка. Есть такое, то есть не только вот умеренность, значит, средний, да, сбалансированный. Не обязательно, иногда сам образ ангела. Когда мы рассказываем по карте, да, мы должны учесть этот образ ангела. То есть для многих это волшебная фигура. То есть мужчины, допустим, на женщин смотрят и говорят, какая волшебная фигура, да. Вот ангельская фигура, какой волшебный образ. Также мужчины, вот, допустим, женщина смотрит на мужчину и говорит, ну, какой он вот шикарный, да, этот мужчина. Какая у него нереальная фигура и приятное телосложение настолько, что он, не знаю, как ангел во плоти. То есть бывает такое. Смотрим дальше. Как оценивают ваше лицо? А, все карты полетели. Вы беспокоитесь, что ли? Как оценивают ваше лицо? Ну, давайте посмотрим. Вышла карта повешенный. И опять здесь образ святого, да. Повешенный он у нас всегда красивый. То есть, но он, ну как, бывает такой порочно красивый, что ли, как сказать. Мол, у тебя какое-то вот ангельское лицо, кукольное лицо. Или у тебя лицо слишком смазливое. То есть бывает вот так. Повешенный он же святой, которого подвесили, понимаете. Он как вот образ лик святого. И у человека может быть очень гармоничное лицо или слишком красивое лицо. Ну вот как у святых, да. Бывает, вот знаете как, лицо светится изнутри. Или как сказать, энергетика лица, энергия лица, энергия самого человека. Такая, что как будто бы люди смотрят на него и говорят, ну это вот ангел во плоти. Вот я смотрю, когда на аватаров Всевышнего, на святых, которые были вот, жили, да. Смотрю на их образы, на лики, там, на иконах, на портретах, на фотографиях, которые жили в современном мире. Это нет особенности у человека в лице. Он обычный человек. Но смотришь на него и такое привлекательное, такое вот у него лицо. Чувство, что доброты какой-то внутренней, внутреннего света, понимаете. Вот может быть у вас такое лицо, что вы излучаете вот этот внутренний свет доброты. Давайте посмотрим дальше. Умение одеваться, как оценивают ваши. Шут. А вот здесь идет слишком какая-то вычурность или несуразность. Вы знаете, бывает такое, что человек либо из-под пятницы суббота, либо может одеться, вот как бог послал сегодня, что постирано. Вот. Иногда человек, знаете, с просонья натягивает штаны, кофту какую-то и бежит. И люди видят, что, блин, ну вот помятое оно, да. Иногда по шуту это очень вычурное одеяние. Ну там, не знаю, зеленая блузка в красный горошек и плессированная юбка фиолетового цвета, красные сапоги, желтая шляпа, розовые очки, да. То есть несочетаемость цветов и бывает очень яркая одежда. Почему шут, да? Потому что все, вот вы идете по улице и все вас видят. Это значит, что вы можете надевать слишком яркие цвета, красный, розовый, зеленый, оранжевый. Пусть это будет сочетаемость цветов, но все вас видят, как яркое пятнышко, идущее по городу. Особенно это бывает заметно зимой, осенью, весной. Ну летом все как-то ярко одеваются, да. А когда ты идешь в таком невероятно красном, бьющем в глаза пальто, допустим, осенью, когда там, не знаю, деревья уже облетели, уже у многих там в регионах травы нет, уже какой-то первый снег пошел, да, жухлые листья. И ты такое яркое пятно, да. И люди начинают вас что? Замечать, вы в центре внимания. То есть это не обязательно несуразная одежда или безвкусная по шуту, а просто когда вас видят абсолютно все. Вот у вас это есть. Давайте посмотрим дальше. Умение держать себя в обществе, как оценивают ваши. Иерофант. Ну вы невероятно хорошо и уверенно в себе держитесь в обществе. Как бы вы ни одевались, вы имеете приятную внешность, по крайней мере фигуру и лицо. Вот. И, естественно, вы с чувством собственного достоинства, потому что у вас умка или снится, держитесь в обществе. Естественно, иерофант невероятно уверен в себе. Ему плевать, что он там одет, какое у него лицо, накрасился он сегодня или нет. Он знает, что он любит себя или просто в себе уверен. И он будет смотреть людям смело в глаза. Он будет разговаривать со всем чувством собственного достоинства, стоя в картофельном мешке. Помните, да, как сейчас в Инстаграме прям ходит, ходит эта легенда про Мерлин Монро, что вот, мол, она красивая была, типа потому что, ну как, типа вот она при жизни ей говорили, что типа она красивая, потому что она надевает красивые наряды. И, естественно, она напялила картофельный мешок и сфотографировалась в нем. Да, и она была невероятно привлекательной. А все почему? Ну, дело, наверное, не в одежде. Вот, иерофант, он знает себе цену, он знает, что он в чем-то разбирается в жизни, а может быть очень во многом, у него есть хороший опыт. И, естественно, ему плевать на мнение, по сути, окружающих, он знает, кто он. Понимаете, он самоопределился. И, ну, вы держите себя очень достойно, как лидер. Давайте смотреть дальше. Ваш характер. Упс. Ну, люди видят вас, королеву Жезлов. Это такой интересный характер. Вы знаете, королева Жезлов обладает добрым нравом обязательно, харизма, умение общаться с людьми любого пола, держать себя действительно в обществе. Она всего в жизни добилась сама. И она имеет хороший характер, когда часто идет людям на уступки, когда видит, что это действительно нужно. То есть она взвешивает, ну, допустим, что-то произошло, да, она всегда входит в ситуацию и оценивает ее со всех сторон. Она опытная, она умная, она яркая и она веселая. Вот это веселый характер. Это лидер, задорный такой, когда человек может смеяться от души, шутить в любой обстановке. Когда человек дарит оптимизм другим людям, может заражать оптимизмом. Это огненный, яркий человек. И, естественно, это лидер по натуре. Женщина вы или мужчина, неважно, вы лидер. Это уже показали несколько карт. И, естественно, противоположный пол сразу оценивает. Да, вроде как это добропорядочный человек, который может помогать другим людям, который идет навстречу, но это лидер. И если вы пойдете поперек такого человека, как говорится, поперек королевы жезлов, она вас просто этими жезлами по хребту набьет, да, потому что она бывает и дерзкой, и, допустим, если захочет вам дать нагоняй, она даст, понимаете. Она не тушуется перед людьми, и в любом случае вы выскажете что-то в лицо, если вас не устраивает. И, естественно, люди чуть-чуть могут побаиваться такого напора, яркости, жизненной энергии. Вы проявляете инициативу во многом к людям. И, естественно, они могут от этого пугаться, если у них другой характер. Но в целом вы людей привлекаете, и ваш характер нравится людям. Тем более, что на карте так много зеленого. Все-таки в целом вы можете быть и спокойным человеком. Ваш характер, я сказала, ваше социальное положение. Но двойка пентаклей. Люди никогда не понимают, какое у вас социальное положение. Они просто не понимают, и все тут. А не знаете, как смотрят на вас. Мол, человек, профессионал в каком-то деле, хочет жить, умеет вертеться. То есть человек, который очень подвижен в жизни и очень многое делает. Но никогда не принадлежит к какому-то определенному слою общества или социума. Нельзя сказать, ниже вы кого-то, выше кого-то. Это никогда не понятно по вам. То есть даже какой у вас уровень достатка, непонятно. Понятно, что вы можете очень много делать. То есть вы человек, любящий свою работу или деятельность. Вы горой стоите за эту деятельность. Но никто не понимает, из какого вы слоя социального и так далее. То есть с какого уровня достатка. Если на вас посмотреть, этого не поймешь. Бедный ли вы богат, или человек среднего класса. Непонятно. Но люди понимают, что вы очень подвижны. Вот это они точно видят. Даже с первого взгляда. И способность дружить и сопереживать, как они оценивают лица противоположного пола. Король Пентаклей. Ну, дружить, сопереживать вы можете. Вас сразу это видно. Вы человек в плане дружбы и сопереживания очень надежный. Ну, вы можете предоставить защиту. Вы можете дать советы. Вы можете оказать материальную даже поддержку. И, ну, не станете сомневаться, если что-то случилось. Вы сразу же бежите на выручку. И вот такое вот все прочее. Поэтому, ну, на самом деле вы человек достойный. И люди это сразу видят. А узнав вас получше, видят еще больше вас. Ну, такая позиция номер два. Позиция номер три. Наш кот с пицей. Вы глазами противоположного пола. И первая карта, как вас оценивают в целом. Десятка мечей. Сначала вас оценивают резко, отрицательно. Вас как будто не видят. Вы знаете, вот не в плане отрицательно отталкивают и говорят фу. Нет. Вас как будто бы не существует. Ну, вот есть такие люди, которые сливаются с общей массой. И чтобы с ними познакомиться, нужно сделать ряд действий. То есть, возможно, вы сторонитесь людей в каком-то смысле. И не всегда людям доступно с вами просто взять и познакомиться, пообщаться, увидеть вас, допустим, где-то на улице, в социальных сетях. Или люди не представляют возможным к вам подходить и знакомиться, где бы то ни было. То есть, они смотрят на вас и, ну, видят, что вот есть определенная масса людей, и вы среди этих людей. И все. То есть, они вас не выделяют среди толпы. Вы не выделяетесь для противоположного пола, именно потому что они не представляют, как с вами дальше. То есть, как знакомиться, как общаться и с помощью чего. В этом все дело. Вы как будто бы закрыты, перекрыты, заблокированы для противоположного пола. Возможно, на вас есть некий негатив даже на одиночество. Но это уже, извините, это уже индивидуально все разбирается. На данный момент в целом вас как будто не видят. Вот так могу сказать. Ну, если с вами все-таки познакомиться, да, познакомится кто-то или кто-то знакомился, вот как оценивают ваши умственные способности? Вот если уже общаются, допустим, да. Рыцарь Пентакли. Очень хорошо оценивают ваши умственные способности. Человек вы не очень быстрый, ну, в чем-то медлительный, но в то же время соображаете хорошо и обстоятельно. То есть, вы взвешиваете свои жизненные решения. В работе вы, скорее всего, какой-то специалист или на вас можно, по крайней мере, положиться, на вашу надежность в работе. Рыцарь Пентакли, он показывает хорошие умственные способности. И пообщавшись с вами, любой человек противоположного пола скажет, что общается с умным, спокойным человеком. Пусть немножко медлительным, но все-таки умным. Глупым или глупой вас никто никогда не назовет. То есть, когда люди с вами общаются, они признают, что вы умны. Но вы не наглый человек, не психопат, не будете людям правду в лицо, о них какую-нибудь рассказывать. А просто, ну вот, если с вами общаешься, вы любую тему, по сути, с противоположным полом поддержите. Давайте смотрим дальше. Как оценивают вашу фигуру? Девятка мечей. Опять же, вы как будто невидимы в физическом плане. То есть, идет ситуация, видите, человек закрыл глаза, человек спрятал лицо, человек спрятал глаза. Проблема какая-то, наверное, не в самой фигуре. Я не верю, что где-то есть фигура, которую невозможно взять, полюбить, захотеть и так далее. Здесь проблема в том, что вот прям закрыла глаза. Сидит и закрыла глаза, не видно, вас не видно. Вы спрятаны. Вы как будто бы сливаетесь с толпой, прячетесь в этой толпе. Сливаетесь, не знаю, с какой-то массой толпы. Я не знаю, как это объяснить. Не видно. Человека не видно. Вот вы невидимы не в умственном смысле, а именно в физическом, энергетическом. Опять же, да, может быть, вы одеваете какую-то просторную одежду, где не видно вашу фигуру вообще. Может быть, вы, не знаю, как-то так выглядите, да, что люди не могут оценить вашу фигуру. Ну, не знаю, пока, может, не разденитесь, не видно, непонятно, какая фигура, например. Или может быть такое, что у вас просто фигура обычная. Ну, бывает такой обычный человек с обычной фигурой. Ну, ничего особенного, ничего страшного, да. Ну, давайте смотреть дальше. Как оценивают ваше лицо? Пятерка мечей. Ну, пятерка мечей показывает, что у вас часто на лице могут быть не очень хорошие эмоции. Вы знаете, есть такой момент, что лицо по мечам, оно всегда симпатичное. Но у такого лица нет позитивных эмоций на нем, да. То есть человек мог погружаться в какие-то свои думы негативные, идя по улице, или где-то сидя в компании, там, да, или в обществе находясь, на работе или еще что-то, и делать постную мину, как говорят, или грустное лицо, задумчивое лицо, отстраненное лицо. Поэтому пятерка мечей говорит так, что когда люди противоположного пола смотрят на ваше лицо, их не привлекает эмоция на этом лице, она их отталкивает. То есть вам нужно следить за мимикой и за тем, что вы выражаете своим лицом, в любом случае по этой карте. Я не хотела бы вас критиковать, я просто читаю карты, вам нужно это понять. Если вы не согласны с этим раскладом, выберите другой и все. Смотрим дальше. Умение одеваться, как оценивать противоположный пол. Четверка пентаклей. Вы, скорее всего, поддерживаете какой-то средний деловой стиль. У вас нет вычурности в одежде, вы одеваетесь со вкусом и умеренно. То есть, ну вот как сказать, допустим, если вы живете от зарплаты до зарплаты, одеваетесь по средствам, но всегда аккуратно, чисто. У вас хорошая одежда, нормальная. И люди, когда на вас смотрят, говорят, вот аккуратный, хороший человек. У него средний уровень одежды, он одевается в какой-то классический, допустим, стиль. Пусть это не очень яркие цвета, но я вижу, что человек пытался подобрать себе одежду правильно. То есть, нет какой-то вот излишней, там, не знаю, сексапильности в этой одежде, нет какой-то вот дурости в этой одежде, шутовского там наряда, как мы вот до этого видели, там в другом раскладе. Но есть просто некая, ну, немножечко тусклость, серость, может быть. Но при этом эта одежда со вкусом подобранная. То есть, чтобы человек и не особо, может быть, и выделялся, конечно, с одной стороны, но с другой стороны старался бы быть аккуратным. Умение держать себя в обществе, как оценивают вашим. Паш сосудов. Ну, это очень хорошо, человек умеет держать себя в обществе. В каком плане? Что он может оказывать людям поддержку, проявлять участие. То есть, когда вы находитесь в каком-то коллективе, в каком-то обществе знакомых людей, родственников, друзей, вы можете проявлять душевное тепло. Вы закрытый человек от чужих. С вами трудно познакомиться. Это правда, судя по картам. Но когда вас узнаешь поближе, оказывается, что вы душка. Что вы человек очень нежный и приятный. И в обществе вы себя держите скромно. В обществе вы себя держите как какой-нибудь, ну, не знаю, маленький, тихий божий одуванчик, может быть. Или просто человек, который закрывает свою душу от других, чтобы ее не ранили. Вы, может быть, стесняетесь выражать себя. Но когда поближе человек знакомится, он понимает, что это характер такой, что вы очень нежны на самом деле, и приятны, и душевны. Ну, давайте вот посмотрим как раз-таки следующий вопрос. Ваш характер как оценивает противоположный пол, когда узнает? Видите, звезда. То есть люди раскрывают в вас целый мир. Они говорят сразу же себе, а как я не знал этого человека раньше? А почему я не раскрыл его для себя? И когда они знакомятся ближе, они раскрывают вас для себя. Они понимают, что они столкнулись с кем-то очень приятным, с целой звездой. То есть с тем, кто достоин восхищения. С тем, кто достоин того, чтобы общаться с ним долго, строить отношения, любить. То есть звезда – это, по сути, кто-то, кто раскрылся перед вами совершенно с неожиданной стороны, когда ты узнаешь его ближе. Сначала тебя не замечали, ты держался скромно, но когда ты начал общаться ближе, все поняли, какой ты хороший, да? Или хорошее. Ваше социальное положение так оценивают? Ну, королева сосудов говорит о том, что вас не видят бедным там или из низких социальных слоев. Вас видят все-таки человеком от среднего и выше достатка и все-таки от среднего и выше социальных слоев. То есть никто не занижает вас на самом деле. То есть когда вас все-таки рассматривают в этой толпе и все-таки когда-то, если видят, то про вас скажут, что вы человек достойный, потому что королева, да? Неважно, мужчина вы или женщина, все-таки королевский чин у нас понимание сразу вызывает, что кто-то из высоких слоев общества, да? Из знати, так скажем. И способность дружить и сопереживать. Вот видите, выпадает пятерка ссудов. Это означает, что вы сопереживаете слишком сильно. У вас такая тонкая душа, скорее всего, ранимая. И когда люди общаются с вами и делятся с вами своими проблемами, вы вникаете слишком. Ну вот бывает такое. Расстроился человек, а вы расстроились вместе с ним. Плачет человек, вы будете плакать вместе с ним. Скорее всего, вы поэтому и невидимы для противоположного пола. Потому что вы, когда идете по улице, вы скромны и вы закрыты. У вас на лице постная мина, да? И вы, скорее всего, опустили голову. Кто же вас заметит? Кто заметит вашу фигуру, ваше лицо и вас вообще? Вы становитесь невидимкой. А почему? Потому что вы очень тонко чувствующий, сопереживающий человек. И когда вас узнают поближе, они уже это понимают. В каком-то смысле вами можно воспользоваться. Ну вот, ну, извините, конечно. И если человек нехороший и вдруг втерся к вам в доверие, он может манипулировать реально. И из-за этого вы закрываетесь еще больше. Ну, такая позиция номер три. А мы идем дальше. Позиция номер четыре. Вы глазами противоположного пола. Как вас оценивают в целом? Вы у нас сила. Ну, сила говорит о том, что вы невероятно интересны для противоположного пола. И сразу же люди загораются страстью, когда видят вас. Но видят вас также и лидера или лидершу. Вас хочется покорять. Вы прекрасны. Вы невероятно харизматичны, интересны. И сразу же такое, да, вот, что хочется, ну, понять вас. И насколько от вас требуется, чтобы проявлять к вам ответственность. Да, такой вопрос сразу в голове. А потребует ли этот человек чего-нибудь от меня? Потому что это сильный человек, это яркий человек. И люди могут вас побаиваться противоположного пола, потому что, ну, вы обладаете лидерскими качествами. И не станете ли вы таким человеком сразу же манипулировать. Возьмете в оборот. Вот, и, может быть, нужно очень следить за языком рядом с вами. Потому что, если вам что-нибудь пообещаешь, вы же попросите это. Или скажете, ты обещал или обещала. Почему же ты не выполняешь? То есть, рядом с вами нужно быть на чеку, по сути. Но привлекательность у вас завышенная, конечно. Вы очень привлекаете противоположный пол. Даже излишне, чересчур. И именно вызываете сразу сексуальный интерес. То есть, до этого мы рассматривали позиции, что человек как-то энергетически притягивает. Есть влечение. А тут именно сразу резкий сексуальный интерес. То есть, вы какая-то яркая личность. Давайте смотреть дальше. Как оценивают ваши умственные способности, если уже знакомятся с вами и узнают вас получше? Двойка сосудов. Ну, эта карта показывает, что когда оценивают ваши умственные способности, понимают, что вы невероятно хороши для союза. Это означает, что вы можете быть умны, но покладисты. По сути, вы создаете первое впечатление того, кого надо покорять. И того, кто является сильной личностью, яркой личностью, харизматичной и с лидерскими качествами. Но когда вас узнают поближе, понимают, что вы очень хороши для отношений. Ну, по сути, вы не будете слишком давить своим умом и сообразительностью. И стараться подавить партнера или партнершу. Наоборот, вы будете создавать союз. То есть, подчеркивать чьи-то умственные способности и хвалить их. И, естественно, сразу же человек очень впечатляется этим в любом случае. Как оценивают вашу фигуру? Ну, давайте посмотрим. Пятерка Пентаклей. Ну, Пятерка Пентаклей показывает, что в вашей фигуре есть нечто неожиданное для людей. То есть, так получается, что вы очень привлекательный человек в сексуальном плане. И придраться к вашей фигуре я не могу по Пятерке Пентаклей. Это часто очень худая фигура. Очень-очень. Или спортивная фигура. Но чаще именно худая. Но даже если вы вообще никакой худобей не имеете никакого отношения, в вас видят что-то нестандартное, незаурядное. То, чего у других людей нет. То есть, какие-то неожиданности есть в этой фигуре. Понимаете? У кого что на самом деле здесь проиграется. Но сам факт, что у людей есть представление о каких-то стандартах. А у вас есть что-то немножко нестандартное. И это людей может не отталкивать, а привлекать. И я вам это подчеркиваю. Но чаще всего по Пятерке Пентаклей человек под жарой худой. И очень, может быть, знаете как, выделяться тем, что он очень следит за фигурой. И постоянно на диете, постоянно занимается в спортзале и так далее. То есть, бывает так. Ну, давайте посмотрим дальше. Как оценивают ваше лицо? Рыцарь сосудов. Ну, вы слишком красивые. То есть, люди именно в слове слишком. Тут слово слишком идет. Вы слишком привлекательные, красивые, смазливые. У вас приятное, слишком приятное лицо. И противоположный пол сразу это подчеркивает. Что у вас очень крутое лицо. Ну, или как, очень-очень нежное там. Вы знаете, кубки, они всегда показывают, что человек невероятно сексуальный и красив. Он сразу вызывает романтические мысли, эмоции. С ним хочется общаться, улыбаться такому человеку. Вот вы, наверное, часто ловите восхищенные взгляды и горящие глаза от противоположного пола. Потому что у вас очень красивое лицо. Ну, давайте посмотрим умение одеваться. Ну, конечно же, девятка сосудов показывает лоск в одежде. Когда человек ни в чем себе не отказывает, он может одеть дорогую одежду. Он следит за собой. Он любит приятные, нежные цвета. Мужчина вы или женщина не важно. Важно то, что вы имеете свой стиль. Особенный стиль. У других такого нет. Вы создали свой определенный образ. Им все этим образом восхищаются. Очень приятная одежда, красивая. И многие люди хотели бы быть похожи на вас. Скорее всего, вы не отказываетесь себе в дороговизне этой одежды. И любите себя побаловать. То есть, сам по себе образ. Духи. Там, допустим, макияж. Какие-то, ну, там, не знаю, дизайнерские, может быть, вещи. Сумочка, там, если вы женщина, да. Да и мужчины тоже сейчас ходят всяко. И вот, знаете, обувь. Все подобрано. И девятка судов, она показывает именно очень красивую одежду. То есть, каждый, кто смотрит на вас, он скажет, это очень красивая одежда. Это очень красиво одетый человек. У него приятный образ. И хочется повторять за вами. Но никогда такой человек не будет использовать слишком чопорные цвета в одежде. А скорее пастельные. И такой человек никогда не станет одеваться слишком серо и безжизненно. И так, чтобы он слился с серой массой. То есть, вас заметно. Так, ну, давайте смотреть дальше. Умение держать себя в обществе. А вот четверка судов показывает, что вы иногда в обществе держитесь особнячком. Вы очень яркий человек, интересный. Но такое чувство, что вы иногда не хотите этого внимания. И начинаете держать себя отстраненно. То есть, равнодушно. И когда вы попадаете в слишком чужое общество, чуждое для вас, вы становитесь равнодушным человеком, у которого совершенно вот... Ну, вот как будто он не видит никого вокруг себя. То есть, это вас все видят, а вы никого. Вот как будто бы... Вы становитесь просто очень равнодушны к окружению. Ну, к окружающей толпе людей, так скажем. Ваш характер, вот если узнают вас поближе, как оценивают? Луна. А вы начинаете быть как можно более загадочным человеком. В вас много скрытого. Человек, который узнает вас поближе, понимает, что... Да, вот вы вроде хороши для отношений, и все. Но в вас слишком много загадок. Человек начинает сомневаться и не понимает. Эти загадки могут быть мне боком? Подставят ли меня эти загадки в человеке? Может ли человек меня обмануть? У него есть какие-то тайные отношения или у нее? Могу ли я доверять такому человеку? Этот человек увлекается эзотерикой? Не опасно ли это для меня, да? Или каким-то искусством? Этот человек не от мира сего. То есть, всякие вот такие вопросы задает себе человек, когда общается с вами и узнает ваш характер. Вы слишком таинственны, вы слишком загадочны. У вас есть магнетизм, с одной стороны, да? А с другой стороны... Вот сначала делают вывод, что вы прекрасны для отношений, и покладисты. А потом делают вывод, что вы слишком много скрываете и начинают разбираться в вас, пытаться ковыряться. Ваше социальное положение, как оценивают противоположный пол? Ну, Туз Мечей показывает, что это среднее социальное положение и выше. Но человек всегда будет держать себя за достоинством, даже если он будет беден. То есть, по сути, мы здесь видим корону, которая не спадает с человека ни за что. Даже если этот человек сейчас в трущобах в Индии находится, он будет все равно держать себя с этой короной. Понимаете? И получается так, что находитесь вы в бедном обществе, в богатом обществе, в среднем. Это не важно. Важно, что люди вас оценивают как кого-то высокого класса и с чувством собственного достоинства. Давайте смотреть способность вашу дружить и сопереживать. Туз Жезлов. Ну, вы проявляете к людям уже, с которыми вы близки, инициативу. Вы способны дружиться, переживать, и даже иногда проявлять такую инициативу, что человеку бы сделать какое-то добро, дать какой-то совет, может быть. То есть, люди вас воспринимают как кого-то, кто участвует в их жизни. Тогда, когда они уже сблизились с вами. И я считаю, что это, конечно, очень хорошее качество. Ну, вот такие у нас были 4 позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Пишите комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.